Значит так Да, можно писать привет YouTube Можно, этот спич пойдет туда Годовщина закончилась Поскольку этот стрим сейчас в понедельник Сейчас специально пояснение для YouTube Потому что они увидят это видео во вторник Я отменяю все срачи Хватит Хватит, хватит этого всего Хватит этой токсичности Хватит, хватит сраться Хватит, надоело Надоело все это Просто заебало до невозможности Но Очень много Я уже говорил об этом Очень много видел Всех вот этих списков С претензиями к Михаилу по Геншин Импакту Те, кто смотрят стримы Уже видели мое отношение ко всему этому Мы даже разбирали их как-то Вот Но об этом не сейчас В противовес этому Ну то есть Я считаю, что как-то нечестно Предъявлять Только все плохое То, что произошло за этот год с Геншином Вот Ну согласитесь Это как-то вообще плохо И у меня была идея Как-то сесть И Собрать все Хорошее Что есть в этих списках Вот И одна прекрасная Замечательница Замечательная Зрительница Которую зовут Оля Она это сделала И Расшарила мне Целый огромный Гугл Док В котором Есть Куча таких Пунктов Которые показывают По которым можно Проследить Как развилась игра За этот год Так вот Но есть Есть один нюанс То есть Во-первых Она все это сделала На основе Новостей Которые выкладывали Михаё То есть Вот Если пройдете на Официальный сайт И вот здесь Вот новости Вот эти вот все новости То есть Можно нажать вот так дальше И отматывать Хоть там вот дальше Отматывать Хоть до самого начала Вот То есть Она сделала этот список На основе новостей То есть И естественно Таким образом получается Что он Все равно не полный Потому что Она не проштудировала Патчноты А например Если вот взять И открыть патчноут Да То есть допустим Вот даже последнего патча То Вот Обычно есть пункт Изменения И улучшения И здесь Просто пиздец Сколько всего Конечно Что-то не очень важно Конечно Что-то совсем Не важно И какая-нибудь Мелочь Типа там Я не знаю Вот Оптимизированы Звуковые эффекты Окружающей среды Кто Что-то Кто вообще Про это что-то знает Непонятно Короче Вот Или там Несправленные ошибки Там Какие-то В условиях Какого-то там Делика Че Хер пойми Вообще Че Но Как бы Мой посыл-то Состоит в том Что Это все равно Очень много Вот это вот Все Очень много И это все Исправляется Буквально Каждый патч То есть Вот вся Вот эта Огромная гора Текста Которую Конечно Никто Никогда Не читает Вот 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 Это Вот Видите Сколько Я Мотаю Вот Вся Огромная Гора Текста Это Вот Все Постоянные Исправления Вгге Которые Происходят За патч Не Считая Даже Вот Этих Исправлений Которые Например Находятся Вот Здесь Которые Идут В процессе Патча У меня Геншин Сломался А Все Отвист Первый раз Такое Видел Вот То есть Вот Здесь Если Вы Видите Есть Известные Проблемы Которые Допустим Пишутся И Какие-то Ошибки Будут Исправлены В 2.2 Например И так далее Вот Здесь Есть Микропатчи Последний Микропатч Какие-то Интерфейсы Какая-то Ошибка В патчноутах Потому что Это Мелкие Исправления Которые Приходят В конкретные Дни Вот То есть Даже Вот Мы Вот Это Вот Все Закроем И Судя По Новостям Даже Судя По Новостям Накопился Довольно Таки Большой Список Оля Супер Молодец И Она Некоторые Некоторые Выдержки Снабдила Ссылками Которые Я вам Буду Показывать Некоторые Не снабдила Но В общем Если Кто-то Вдруг Не верит Вы Можете Сделать Как я Показал Открыть Новости И найти Все эти Тексты Которые Там Есть Но Я бы Хотел Все Это Сейчас Рассказать Прокомментировать И Чтобы Это Все Осталось На памяти Людей И Залить Все Это На YouTube Вот Чтобы Это Все Короче Было И Потому Что Я Понимаю Еще раз Гаю Не Не хочу Спорить С теми Списками Того Всего Плохого Что Сейчас Очень Активно Распространяет Комьюнити Но Хочу Сказать Что Противовес Списку Того Всего Плохого Что Распространяет Комьюнити Есть Более Огромный Список Того Всего Хорошего Как Изменилась Игра И В общем Могу Сказать Еще Что Не Все Люди Далеко Играют С Вот Поэтому Я сейчас Глотну Чайку И расскажу Хорошее Никак Не отменяет Плохое Точно Так же Как и Плохое Не отменяет Хорошее Но Еще раз Говорю Большинство Людей В комьюнити Которые Бухтят Упоминая Все эти Плохие Списки Они ведут Себя Так Как будто Хорошего Не было Вообще Ничего Как будто Михаё Ничего Не слышит Ничего Не хотят Делать Никак Не связывается С комьюнити Что это все Не совсем Правда Потому что Конкретно Тот список Который Я сейчас Расскажу Он показывает Что Михаё Слышит Просто Нужно знать Куда писать Например Вопросы Или в поддержку А не Бегать И бунтовать Ставя единицы Игре Потому что Поставив единицу Игре Ты ничего Не докажешь В общем Кроме того Что ты поставил Единицу Игре Вот Я хочу сказать С этой точки зрения Потому что Нельзя так говорить Ладно Так вот Начнем Начнем С самого начала Первый Подпункт Это Общие серьезные Доработки Устраненные проблемы И Принятые решения Здесь вынесен В первую очередь Пункт Что игра Постоянно Оптимизируется Здесь Наверное Сложно Заметить И что-то Прокомментировать Конкретно мне Потому что У меня мощная пека И я особо Оптимизации Не замечаю Но допустим На слабых Смартфонах Она сама Приводит В пример Потому что У нее На iPhone 5 Все Не подгружались Текстуры И так далее И было очень Тяжело играть И это все Исправили В ранних патчах Например В 1.1 И я могу сказать Что кроме этого В принципе Тоже Постоянно Происходит оптимизация В игре Потому что Даже Даже по-моему Я со своей слабой пекой Заметил В каком-то из патчей То ли на 1.4 То ли 1.5 Как Что-то где-то там Начало грузиться Быстрее Или вот Совсем какая-то мелочь Но вот многие люди Которые у меня пишут В чате Они все равно Рассказывают И все равно Говорят Что игра оптимизируется И это не один раз слышал Конечно Естественно Кто-то может сказать Что там Не знаю Что там А вот у меня Там на пеке Все все равно плохо Вся херня Короче И так далее Но опять же Есть люди Которые наоборот В противовес вам скажут Что все хорошо И так далее То есть опять же Есть там У кого начинает лагать У кого не начинает лагать Поэтому это такой Спорный немножко пункт Но тем не менее Оптимизация Она все равно Происходит в игре Следующий пункт Это устранение проблемы С античит системой Наверное Об этом знают Не многие Наверное Но такая проблема была И она была исправлена Буквально На релизе Буквально Там была Проблема То что Вот эта Античит система Оставалась В памяти Даже после запуска игры И очень сильно мешала Короче То есть у них какая-то там Что-то там случилось С этой фигней И они И они это очень быстро Пофиксили буквально В релиз Там короче Проблема была Что память вытекала Следующее Ну это не то чтобы проблема Но это короче Ситуация с Барбарой Для тех Кто может быть не в курсе Нам дают Персонажей На халяву По факту Почти каждой стихии То есть у нас есть Анема путешественник Гео путешественник Теперь есть еще Электропутешественник Вот Но тогда-то не было его Да Нам дают Кейл Который Крио Лиза Которая Электро Эмбер Которая Пира На Эль Которая Гео И да Я понимаю Сейчас многие могут сказать Ну ты же не обязан Крутить баннер Молитву новичка Ну это на то и молитва Новичка В котором тебе гарантируется Получение на Эль И ты то есть Точно Совершенно точно Ее получишь То есть там Нет никакого рандома Потому что Открывая баннеры Просто в игре Как бы ты Не можешь Ну то есть Ты не можешь гарантировать Ты сейчас нажмешь на 10 круток И не можешь гарантировать Что тебе там Розария прилетит Совершенно точно Да например А там совершенно точно У тебя в первые 10 круток Прилетит на Эль Без вариантов Поэтому на Эльте В любом случае Дастся Это гарантированный Гео персонаж У тебя в игре И значит Сянлин Еще одна Кстати пира Тоже тебе дается На халяву Потому что За прохождение Бездны По моему Третьего этажа Вот И Барбара Она изначально Давалась на халяву Но хитро То есть там Для тех кто не в курсе Она Давалась за квест По моему В релизе Или что то такое Короче Но в общем Там суть была в том Что было прямиком Написано Что после релиза Ее перестанут давать Бесплатно И все тогда На этом моменте Расстроились Потому что Существует Как все знают Например Допустим Вот здесь вот Существует Водный столб Который нужно Активировать водой И Тебе дадут сундук И то есть Как бы Весь вопрос был в том Как активировать Этот водный столб Чтобы Чтобы тебе Ну Что если у тебя Вдруг нету Гидро персонажей И собственно С патча 1.1 Начали давать Барбару на халяву Вот как раз таки По моему Начали давать Барбару на халяву За какое то там Письмо За ранг Ну в общем Это Суть в том Что сначала Все думали Что Барбару Барбару уберут И будет непонятно А А ее все таки Сделали Что она дается Всегда на халяву И таким образом У нас есть все персонажи Всех стихий Можно получить на халяву Вот А То есть наоборот Раньше давали Барбару за 20 ранг А теперь дают За прохождение Двалина Ну короче То есть наоборот Ладно Окей Я просто перепутал Ну не важно Суть осталась верна Суть осталась верна Суть осталась в целом То есть раньше ее давали Не навсегда То есть не всегда Ее должны были давать Сейчас дают Сейчас дают всегда Так Значит Собственно Механика густой смолы Самой по себе Опять же До Патча 1.2 Наверное Или 1.1 Ну тут кстати еще куча всего Ну ладно Ну в общем До Патча 1.1 У нас Было Мало смолы Кстати хочу сказать Что Ее было 120 вообще Нет Это было наверное В 1.2 Нет 6 ноября же Ладно Короче не важно Сначала Сначала значит Было как То есть было 120 смолы Потом повысили кап До 160 Потом ввели Механику густой смолы И Ты мог Густую смолу Сделать всего 3 штуки А потом Увеличили этот кап До 5 Ну как по мне Это улучшение системы Смолы Налицо Плюс Могу добавить К этому же Опять же К этому улучшению Системы смолы То что Теперь ее стали давать В батл пассе То есть раньше Вот здесь вот не было лун А луна Межпрочем Это 60 Там вам не Бык поссал Вот Раньше здесь не было Лун А теперь они есть То есть нам Стали давать Еще немножко Больше смолы И это тоже Стали давать Не сразу Потому что раньше В батл пассе Лун не было Это кстати Тоже важно Ну и при этом Кстати можно еще Сказать что Ну тут конечно Это по разному То есть Начали давать Смолу Вот в таких Активностях Как дерево на горе И теперь Дерево в На зуме То есть в 1.2 Появилось вот это Вот которое Здесь тоже До хера всего Давали наград По сути За просто так Это как репутация Была И теперь тут Прям глобальная Репутация Этого дерева Вы на зуме Тоже До хренища наград Просто огромное море Те кто начинал Грать на релизе Плачут слезами Вообще Мы даже не представляли О том что через год Нам будут столько Всего давать Да А еще кстати В чайнике дают Тех смолу Да Вот Но до чайника Мы еще дойдем Next Ну собственно То самое Которое Почему-то Многие Применяют К плохому Хотя я не могу Понять почему Это добавление Двухфакторной Аутентификации Да Наверное Сейчас мне Которые опять Скажут Там Типа Ты чонюк охуел Типа Но блин Я считаю Что я бы охуел Если бы Двухфакторной Аутентификации До сих пор Бы не было в игре Но она в игре Присутствует Да Ее делали долго Да Много было с этим Связано слез Очень было плохо У многих Пиздили аккаунты Открывая секрет У многих до сих пор Пиздят аккаунты В общем-то По сути Ничего не поменялось Если ты Не очень умный Кликаешь по разным ссылкам В интернете У тебя Спиздят любой аккаунт Вот Но Двухфакторка По крайней мере Есть Она работает И это Очень сильно Снижает процент Украденных Аков И как бы Я считаю Что это плюс Потому что Ее ввели Потому что Игроки Жаловались Много всего писали Они ее тестировали Долго И в итоге Ввели Так что Двухфакторка введена Это плюс И развитие игры Наля Очень важный момент Для Для нас Для пользователей Из России На релизе Сейчас даже открою На релизе Русский сегмент Был представлен Только сайтом И фейсбуком И все Больше ничего Нигде Никакого Русского языка Не было Все остальное Велось на английском И всех остальных языках Которые есть У фейсбук У меня закрыт кек Вот Но В какой-то момент Времени Появилась русский Тикток Русская группа ВК Русский даже Инстаграм Даже твиттер И в дискорде Появились русские каналы И сам дискорд Там Ну то есть Короче Появился русский раздел У контент крейтеров Появился русский раздел То есть прям Все супер-пупер И Ру комьюнити Стало Как бы это сказать Полноценным Представителем своего языка В игре Что очень Весьма приятно Так что Это тоже вклад В развитие комьюнити И как бы сложно Сложно сказать Что это там Какое-то отсутствие Чего-то там Нет Это все было сделано Конкретно для нас И это плюс Конкретно для нас И для русскоговорящих людей Далее Ну в обновлении 1.4 Было сделано Очень важный Было сделано Очень важный Момент С оптимизацией Это позволили Удалять Лишнюю озвучку Озвучка Это одно Из тех вещей Которая занимает Очень много места Я понимаю Что пека игрокам В общем-то И playstation Игрокам Наверное Насрать Абсолютно Потому что у нас Всегда могут быть Жесткие диски По 2 терабайта А вот Тем кто играет С мобилок Это очень важно Потому что геншин разрастается Он растет Становится очень много всего Ну собственно И удалять озвучку Это в общем-то Существенная экономия места Поэтому это очень важный Элемент Который присутствует Если у тебя на телефоне Мало места Ты можешь просто удалить Озвучки из геншина И все То есть раньше этого не было И люди опять же страдали Так что это Важный момент в оптимизации Одно из самых интересных Тоже нововведений Которые тоже были Не сразу в игре Это изменение Механики Выпадения Вот этих вот Всех книжек По воскресеньям То есть для тех Кто вдруг Для себя сейчас Что-то откроет То раньше В воскресенье Мы не могли выбрать На какую например Книжку Сходить Или на какую там Предмет апгрейда Допустим Оружки Сходить Нифига И воскресенье Было самым ужасным днем А сейчас ты можешь Придя в воскресенье В игру Спокойно открыть Эту фигню Выбрать То что тебе нужно И пойти Спокойно Нафармить Так что Это весьма важное обновление Ну конечно Самое крутое Во всем этом Во всей этой истории Тоже почему Почему-то непонятно Мне совершенно И миллион раз Уже затрагивал Эту историю Так что можно даже Беспроф про это говорить Это естественно Баф Джун Ли Совершенно здесь Не понимаю Бухтижа Потому что Джун Ли Бафнули Причем Бафнули его С конкретной истории Единственный буквально Пример в Геншине Когда действительно Комьюнити Наныло Потому что Лишний раз Расскажу Что история Заключалась в том Что выпустили Джун Ли Все были Недовольны Джун Ли Михаил сначала Написал пост Про то что Ребята Вы что-то Не очень правильно Видимо не понимаете Как ему играть надо Он саппорт Им нужно играть Вот так И вот так Все были Все равно Недовольны Джун Ли И в 1.3 Джун Ли Бафнули И отдельно Хочется Хочется Заострить Внимание В этой истории Потому что Я видел Очень много Аргументов В духе того Что дескать Джун Ли Не бафали Два патча Игнорировали И так далее Лишний раз Еще раз хочу Подчеркнуть Что не игнорировали Потому что Опять же говорю Был пост От Михаил С тем Что надо Вообще-то Играть вот так А потом Был анонс Его бафа И это было Во времена Патча 1.2 С ученым того Что Джун Ли Вышел в середине Патча 1.1 Они постоянно То есть Было два раза Что-то написано Про Джун Ли И про эту проблему Поэтому никакого игнора Про баф Джун Ли Не было Проблема была И опять же И она решилась То есть После того Как Джун Ли И в целом Гео Бафнули Все вроде как-то Успокоились Так что Как бы считаю Это тоже решенной проблемой И прекрасным примером Как Михаил В общем-то Общается с комьюнити Ну и второй Да Важный баф На который очень Очень все Хотели Но к сожалению Который тоже Не удался до конца Это тот самый баф Мастерства стихий Потому что Почему Опять же Может быть для кого-то Опять будет это сюрпризом Но нам бафнули Вот эту часть Мастерства стихий Где она У меня Вот Которая относится Бонус урона реакции Перегрузка Короче реакция Второго порядка И вот Кристалл То есть Если что Буквально Ее бафнули Сейчас я Чтобы не спиздеть В патче 1.6 По-моему Ее бафнули Ну могу ошибаться Если что Меня поправят Вот Но тем не менее Да Баф Недостаточный Я тоже считаю Что это недостаточно Что я считаю Что мастерство стихий Все равно надо Раньше Надо дальше менять Надо что-то дальше С этим делать Но тем не менее Тем не менее Мастерство стихий До этого бафа Было еще слабее Чем сейчас А это как бы Тоже да То есть Опять же Игроки постоянно И даже я сам И мой чат Постоянно просили В вопросах Чтобы нам бафнули Мастерство стихий Пожалуйста Нам бафнули То есть Если опять же Недовольны Надо продолжать Писать в вопросах Чтобы они что-то сделали С этим мастерством стихий И наверняка Что-то сделают Потому что Явно Вопросы Михаил читает Изменение системы Оружейного баннера Понимаю Понимаю Что это сейчас Большинству Фри-ту-плеев Абсолютно На это По барабану И опять же Тоже Эту систему Нужно дорабатывать Вследствие чего Очевидно Что нужно Не сжаловаться В вопросах Но Но По крайней мере Это хоть какой-то Гарант Там для донатеров И всех остальных Что ты можешь Получить оружку Ту которую Надо То есть Там Взять Так Выбрать Там Условно Омут Или пончик В данный момент И Максимум Через 2 Леги То есть На третью Легу Ты точно Получишь Омут Раньше Такого Не было Еще раз Понимаю Да Что это Не ко всем Относится Но тем не менее Тем не менее Это Улучшение Которое Конкретно Касается Баннера Оружки Хотя бы Ты получаешь Что-то там Гарантом Хотя бы Ты получаешь Что-то Гарантом Раньше Ты мог Крутить Этот баннер Допустим Ты хотел Омут При этом Ты получишь 10 пончиков Потратишь Кучу денег А Омут Так и не получишь И сидишь Такой С таким Грустным Ебальником Не зная Что тебе Делать А то есть Теперь Хотя бы Есть гарантия На то Что ты Получишь Третий Легой Там Условно Ты точно Получишь Омут Точно так же Как здесь Есть гарантия Что если ты Просрешь Первый раз То второй Легой Ты точно Получишь Как Коми Значит И здесь Теперь тоже Есть такой гарант Это тоже Как бы Работа Над игрой Новые механики И так далее В идеале Конечно Было бы Если бы Вот эти Очки Судьбы Которые Здесь Копятся Они бы У тебя Оставались Но Михаил Почему Так Не сделали Ну В общем То Просто Надо Писать Вопросы Дальше Ну Отдельно Хотелось Заметить Тут Зуми Написала Что Поддержка Сообщества Контент Крейтеров Проведение Регулярных Опросов В игре Я считаю Что У Михаил Одна из лучших Систем Поддержек Как раз таки Как контент Мейкеров Так и В принципе Общение с комьюнити Поэтому Опять же Вот тот Вот Тот самый Аргумент То что Дескать Михаил Нас не слушает Михаил Ничего не делает То есть Буквально Вот сейчас Даже Я еще Половину Списка Между прочим Не зачитал То есть Даже уже Вот по этим Вещам Можно Увидеть Что Михаил Как раз таки Очень хорошо Слушает Комьюнити Кто это придумал Распространяет Что например Опросы не нужны Опросы не важны Там Это все равно Все нифига не работает Ну господи Ваши права Вы можете верить В это дальше Но я считаю Что Очень много вещей И вот дальше Вот мы сейчас Будем идти все дальше По списку И буквально Наверное 80% из этого списка Я лично писал В вопросах Постоянно Все вот эти вот Типа хочу вот это И хочу вот это И вот это И естественно Что-то из этого вводилось Конечно Понятное дело Что какой-нибудь Там сейчас Вася Может прийти Там в комментарии На ютубе Или там В чат на твич У меня И написать А вот я вообще-то Уже там Целый год Пишу в вопросах Вот это И это до сих пор Не пофиксили Офкос Я же не говорю Что пофиксят все Но все равно Какие-то То что Нельзя же игнорировать То что какие-то вещи Все равно делаются Потому что Опять же говорю Меня больше всего Расстраивает тот аргумент Что Типа как будто Вот Михаил Вообще хуй положили И никак вообще Ничего там Не хотят делать А хотя там Допустим Что-то там вопросы А Михаил Как будто бы Ничего не делают Нет Я хочу развеять Именно вот этот аргумент Что это не так Поэтому Если вот именно Ваша хотелка До сих пор Еще никак не реализована В игре То не знаю Может быть Стоит объединиться Там с кем-нибудь Например И каждый Что в вопросе Там написал Напишет Допустим Там 20 тысяч человек Условно И может быть Твою хотелочку Добавят в игру Как добавили мне рыбалку Ха-ха-ха Ну и да И как раз таки Тоже На фоне опять же Претензий По поводу Самая смешная Претензия Которую я видел По поводу Выдачи Четырехзвездочной Леги на выбор Ой Леги Извините Чего сказал Четырехзвездочного Перса на выбор Это мне кажется Очень странным Потому что У меня ощущение Что некоторые люди Просто не замечают Что нам Каждый патч Дают Четырехзвездочного Персонажа Или оружку Да Действительно Нам на выбор Давали всего лишь Один раз Но Там во первых Выбор был не из всех Четырехзвездочных персонажей А во вторых Опять же Еще раз говорю Нам Каждый патч Дают что-то Четырехзвездочное На халяву Буквально каждый патч Чередуя это То есть Конкретно в патче 2.1 Нам дали оружку На халяву И кстати Технически Две дали оружки Потому что Еще в ивенте С рыбалкой дали А в патче 2.2 Например Будет Синьянь На халяву Звездочный Поэтому Мне кажется Очень странным Вот это вот Как бы Вот этот вот упор Что вот тогда Вот давали Ну то есть Как будто Как будто Не давали Ну как будто Вот давали только На китайский новый год А вообще не дают Но как бы Но дают Дают каждый патч Четырехзвездочного героя Или оружку Поэтому Мне кажется Странным как-то На это все бухтеть Так А ну да Один из супер важных моментов Наверное тоже Опять же Не для всех Но я считаю Что это прям Один из просто Важнейших моментов Это то что Наконец-то Наконец-то Получилась синхронизация Аккаунтов с PlayStation Потому что Потому что Раньше Мы Пека И люди Которые играют на телефонах Сидели в одном болоте А Те которые играют на PlayStation Сидели в другом болоте И это Блин Было не очень удобно Потому что Одна из причин Я считаю Популярности Genshin Это то что ты можешь Супер там взять С Пека версии Выйти например Спокойно Открытие на мобилочке И ты продолжаешь играть Просто ровно с того же места И это Блин Просто охрененно Просто охрененно И очень Всегда было обидно Что PlayStation игроки Лишены Этой прелести были Но все Вот видимо Что-то случилось Они наконец-то Что-то сделали И теперь С другой стороны С другой стороны Ну блин Ну есть какие-то Временные хрени Для PlayStation Гораздо важнее того Что например Я не знаю У тебя там стоит Где-нибудь Пека И не знаю В какой-нибудь спальне Стоит PlayStation Ты можешь перед сном Просто на PlayStation Включить и погонять А можешь на мобилке Конечно Какой-нибудь То есть Вот это прям Супер круто И то что Это по итогу В игре сделали Потому что Этого не было раньше Это очень здорово Я считаю Ну и да Одно из еще Важных Надо наверное Продемонстрировать Потому что Прекрасно помню Как это всех бесило На релизе Вот Это то что Вдруг опять Кто-то не знал Но если ты раньше Поставишь Например Кейл в экспедиции То ты его не мог Использовать в отряде А теперь можешь Это пофиксили Буквально По-моему В первом же патче В 1.1 Но тем не менее Это было Супер неприятно Особенно для тех Кто очень парится Тем что В экспедиции Там можно Отправлять людей Допустим Ну там У тех у кого Скидосик И они Меньше часов Блуждают На своих экспедициях Но ты при этом Не мог этими персонажами Управлять В игре А вот теперь можешь И как бы Это весьма Хороший апдейт был Ну и Еще один из Так сказать Серьезных доработок Хотя наверное Тоже Опять же Сейчас многие Возможно Воспринят В штыки Или я не знаю Еще как-нибудь Но я например Считаю Это довольно Серьезной доработкой Короче Доработка Заключается в том Что Михаё Начали анонсировать Персов Заранее Да я понимаю Сейчас понимаю Что мы там И так все знали По сливам Мы там Все такие умные Да Все конечно здорово Но сливы там Читают далеко не все Сейчас вообще Со сливами Стало все плохо Вот А между прочим До Получается До Инозумы Хера нам с два Вообще Михаё Не говорили ничего И ты Не мог узнать Персонажей Там до презентации Например А презентация Идет всего лишь За 10 дней До нового патча То есть по факту У тебя было всего 10 дней А теперь они По крайней мере Анонсируют Новых Новых персонажей Буквально В начале Следующего патча То есть вот сейчас На следующей неделе Будет патч 2.2 И в начале Если какие-то Новые герои Будут в патче 2.3 То их обязательно Анонсируют В новостной ленте Михаё И это очень круто Потому что Буквально ты Уже заранее знаешь Какие персонажи будут Конечно Им бы эту систему Еще доработать Потому что Михаё например Не пишет Звездность героев Да Вот Михаё не пишет Какая будет Оружка То есть они Анонсируют персонажей Но не анонсируют Оружку Это как бы тоже Супер плохо Хотелось бы Чтобы они Просто показывали Например все Вот Ладно там Хрен с ним Можно баннеры Не показывать Кому вообще интересно Какие там Четверки будут Левые в баннерах Хотя может быть Кому-то интересно Я там сейчас Кого-то задел Но anyway Это не так важно Как действительно Новый персонаж На которого ты Хочешь копить Вот Вообще в идеале Конечно Если бы был Какой-нибудь Родмапчик Небольшой Пусть не по персонажам Но хотя бы потому Что планируется В ближайших Там двух-трех патчах Там Условно Как они Писали до этого Про гору Например Что там В 1-2 будет гора В 1-3 праздник фонарей Вот То есть хотя бы Какие-то мейн-ивенты Если бы были расписаны В родмапе Было здорово Но При этом Опять же Я опять считаю Что серьезный шаг Он сделан Потому что До Инозумы Нам вообще не показывали Никаких персонажей И реально Большинство инфы Было По сливам А поскольку я считаю Что Самое интересное Это новые персонажи То надо как-то Эту систему Апгрейдить Им еще Поэтому надеюсь Что они тоже услышат И Хотя бы будут звезды Писать что ли У персов Потому что Как по мне Это не серьезно То есть вот они Показали например Тому В начале 2.1 И там нифига Было непонятно Сколько у него звезд Что вообще Можно было бы Хотя бы чуть-чуть Подробнее инфу дать Вот То есть это уже Удобно хорошо Но есть к чему стремиться Но как бы опять же Это прям развитие В игре Потому что Их постоянно Я думаю Просят о том Чтобы они там Писали какие-нибудь Радмапы И так далее Следующий пункт Это Большой пункт Добавление крупных Или важных Механик Ну Про крупные Или важные Механики Тоже Там очень много всего Просто буквально До хрена Один из самых Крупных таких Патчей По Различным Обновам И механикам Это был 1.1 И в него добавили До хрена всего Добавили систему Репутации Например Добавили Компасы Сундуков И компасы Окулов То есть вот например Мы на релизе Играли без всей этой хуйни Чтоб вы понимали Знаете как было Иногда тяжело Сундуки искать На 1.1 Мы там Все так Обрадовались Что там И по спринтам Побежали С этими компасами Когда до них дошли Эти локации Исследовать По второму кругу Кек Вот значит Добавили Добавили этот Сухпайок Всеми любимый Да конечно По итогу Получилось так Что Вот эта штука Превратилась Тоже в проблему Потому что Вон теперь Сколько здесь Предметов И пожалуйста Сделайте с этим Что-нибудь Но тогда Здесь буквально Был сухпайок И Компасы Вот и все Больше не было ничего И это было Суперудобно Вот То есть Как бы здорово Сама вот эта Система добавления Кнопки Z Она суперклассная Суперудобная Естественно Сейчас с ней тоже Надо что-то делать Естественно Надо тоже об этом Писать в вопросах Но тем не менее Да тогда Это все Относится к апгрейдам игры Потому что Игра становилась лучше Благодаря этим апгрейдам Сделали значит Там архив Сделали То что кузнец Еще сейчас да Кузнецы не показывали Никакой руды До 1.1 То есть До 1.1 Мы бегали Сука И собирали Руду По всем точкам Просто буквально По всем точкам Каждые Там Три дня Просто вообще Охренеть Просто охренеть Как это задал бы У тебя хотя бы Есть персонажи Которые показывают Тебе руду И ты По конкретным точкам Можешь пробежаться И не париться Супер экономит время При этом Архив Например Сначала Они значит Его добавили Потом Они его Дополнили В версии 1.3 То есть Они продолжили С ним работать И возможно Будут еще Работать дальше То есть Я бы например Хотел Чтобы В архиве Наконец-то Можно было Посмотреть Статы оружия То есть Допустим Я до сих пор Не понимаю В чем проблема Показывать Статы оружия Даже если Те Которых у тебя Нету Потому что Блин Это было бы Супер удобно Это была бы Хорошая энциклопедия И таким образом Решила бы Множество проблем Ну надеюсь Тоже до этого Дойдет Вот Потому что Я например Не понимаю В чем проблема И почему Нельзя показывать Статы оружия Здесь В архивчике Он будет тогда Еще круче И интереснее Далее Добавили функцию Предзагрузки Я по-моему Начиная с патча Тоже 1.3 Нет 1.2 То есть Раньше например Не было предзагрузки Те кто был на релизе Те кто был на патче 1.1 Мы прекрасно Это помним Как народ С релизом И с выходом патча Ломанулся в игру Дело доходило Даже до того Что на релизе Распространяли Через торренты Скачанный Уже геншин импакт Которые просто Заходили люди Потому что Китайские серваки Не справлялись И все это Было супер медленно У нас было Куча мемасов В дискорде Когда людям советовали Чтобы Убыстрилась Там нажать Паузу А потом снова На плей А она у них Вместо там 10 килобайт Секунд После такой Операции Начинала качать 2 килобайта в секунду И у людей Еще больше Жопа горела То есть короче Предзагрузка Это прям Супер Супер крутой апгрейд И хочу сказать Что именно Благодаря предзагрузке Вы блин Каждый патч Качаете игру нормально И не понимаете Вот те кто играет Допустим С патча 1.2 И позже Влился в геншин И вы не понимаете Наши боли на релизе И в патче 1.1 Потому что Блин Это было очень тяжело Патч 1 Причем Я даже помню эту историю Когда мы на релизе Все это пережили Потом там Михаил сообщили Дату патча 1.1 Все такие Ей Обрадовались Потом И такие А потом Вышел патч 1.1 И мы снова познали Эту боль Медленного обновления И такие Господи Боже мой Какой кошмар То есть там прям То есть это прям Тоже серьезный апгрейд Очень приятный И Очень крупный Я считаю Ну Дальше конечно Давайте уже говорить О всем Всеми наверное Известных Вещах Да Но Хочется отдельно Подчеркнуть Что всех этих вещей Которые я сейчас скажу Их не было До определенных версий игры Будем сейчас просто сидеть Загибать пальцы Нам добавили Дейтсимы Дейтсимы Это не просто личные Квесты персонажей Это отдельная механика С отдельными штучками Вот То есть там Развитие Веток И так далее Причем эти дейтсимы Продолжают добавлять Опять же Видел да Дескать Претензию Что забили на дейтсимы Но в общем то Дейтсимов не было Всего несколько патчей И пожалуйста Вот в 2.2 Видите Вспомнили И нам добавят дейтсимы Так что Собственно Уже минус претензия Нам добавили чайник Который тоже все просили Опять же Да Да С моей точки зрения Например чайник Оказался ненужной херней И меня он до сих пор Не устраивает И мне не нравится Но нельзя игнорировать Тот факт Что его добавили Само собой То есть Он и есть Существует И какие то люди В нем развлекаются Значит Для того он и сделан И они продолжают Что то с ним делать Добавлять То есть это все равно Контент в игре Как ни крути Добавили рыбалку Я еще сам ее до сих пор Не заценил Считаю что она конечно Тоже нужна Только для того Чтобы Ловить рыбу Для какой нибудь там Значит Для какой нибудь там Жратвы Я по моему показывал уже Да ее Вот Но все равно Опять же Добавили рыбалку Я сам в вопросах писал По кд Просто добавьте рыбалку Добавьте рыбалку Все они сделали Добавили Да кому то Опять же Опять же Если кому то Не нравится рыбалка То есть это нормально Это нормально Но это не значит Что она не нравится Во первых всем И это не значит Что она не является Контентом Потому что Добавили Это время Это работа Это люди делали И добавили это в игру Вот Мой поинт в таком То есть не говорю Ничего против тех людей Которым это не понравилось Или еще что то И говорю еще раз Мне самому не нравится Чайник например Но тем не менее Нельзя отрицать Что это контент Добавили садоводство Да которое мне тоже Не понравилось Потому что там Супер мало полей Супер мало семян Меня это супер бесит Но я все равно Занимаюсь садоводством Потому что садоводство Это круто Одна из моих любимых Фич в геншине Это садоводство Готов сражаться за него Там руками Ногами И даже хуем Лишь бы они Продолжали апгрейдить Эту систему садоводства Буду писать в каждом опросе Пусть увеличит количество полей Там не знаю Хотя бы до 20 Буду там весь чайник засевать И Ходить и собирать Там короче Это все Потому что садоводство Это вообще огонь Ну Одно из тоже Таких очень важных моментов Это Добавление функции Регулировки уровня мира Да Возможно кто-то до сих пор Этого не знает Но Если вам сложно Или там По какой-то причине Вы хотите поиграть с другом Который не может с вами поиграть То вы можете сменить Свой уровень мира На сутки И делать это каждый раз Но Конечно на один всего Но тем не менее То есть можно взять Понизить И все Естественно Станет меньше Может быть кто-то не знает Но этой функции тоже Появилась далеко не сразу Если не ошибаюсь Патч 1.5 что ли Или 1.6 Что-то Короче где-то там Ну и Еще одно из самых главных Тоже Изменений Которые опять же Тоже являются изменениями Для смолы Потому что раньше Все бухтели на то Что у нас было Три недельных босса Теперь их стало 4 Вот Нет Их стало 5 Я вру Да То есть сначала да Потому что сначала Было 3 Потом 4 Теперь их стало 5 И как бы Все начали бухтеть Что Что за фигня Нам же нужно будет Охренеть же Сколько смолы На эту фигню Да Надо И нам сделали Что 3 боссов в неделю Мы можем Убить И потратить на это Вдвое меньше смолы То есть не 60 А 30 Это я считаю тоже Довольно хорошим Афгрейдом Потому что Вы можете собрать Недельных боссов Которых вам нужно За меньшее количество смолы Почему Это кто-то не считает Важной механикой Которую сделали Это как бы Очень странно Считаю Что это Экономия смолы И вообще Все что связано Со смолой Это вообще Одни из самых Важных аспектов В игре Которые просто Нужно замечать И очень странно Что есть люди Которые не замечают Что это Как-то все Постоянно апгрейдится Все что касается Смолы Постепенно Улучшается То есть нам Либо дают Больше Подачек смолы Там То есть Всякие луны Появляются В батл пассах В чайнике Либо нам Как-то Попытаются Чтобы экономия Смолы была Вот Да я согласен С тем что Игроки будут Всегда недовольны Я согласен Но я просто хочу Обратить внимание На то что Мне не нравится Позиция Что будто бы Игра вообще Никак не развивается И в ней ничего Не делается Вот мне Я хочу обратить Внимание на это Дальше Огромный Дальше Огромный Подпункт Просто добавленные Механики Просто Тоже Огромное количество Всяких разных Добавленных Механик В общем то Ну в первую очередь Мы можем просто Вот открыть Вот так вот И то есть Вот все что Вот здесь Это добавленные Механики Которые Так или иначе Добавлялись И присутствуют В игре И до сих пор Все это было В разных патчах Абсолютно сделано Добавлено Но это тоже Контент Тоже развлечение Либо какие-то Помогающие вещи Не знаю Типа вот этого Кстати он у меня откатился Спасибо большое Кума Цуна За три месяца Снаем Спасибо То есть я прям Поэтому Сразу не буду Как-то Акцентировать На каждом Отдельном Внимание Ну то есть Все равно Это добавлялось Не было Сразу в игре Это добавлялось Все С какими-то Разными патчами И так далее Далее Из Хорошей Такой Добавленной Механики Которую Опять же Тоже Не все Знают Но она Присутствует Для этого Нужно зайти Показать На Азию Это добавление Вот этого Ивента Звездное Воссоединение Он заключается В том Что Если ты не будешь Заходить в игру Продолжительное Время Я каждый раз Забываю Сколько По-моему Две или три Недели Нужно Не заходить В игру Не помню Точно Но где-то Это То ты получишь Вот этот Вот ивент Звездное Воссоединение Естественно Естественно То что Понятное дело Что по факту Это тебе просто Дают награды Которые ты мог бы И так заработать Но Как вы согласитесь Это приятнее Чем ты просто Проебал там Условно две недели А потом зашел в игру А тебе фиг с маслом То есть ты просто Есть такой ивент Он на постоянной основе То есть ты заходишь Забираешь Тебе там даже Какие-то Мелкие хрени Еще предлагают Опять же Тут же Смолу дают И Плюс Икс 2 Награды дают На Тоже на какое-то время Так что В принципе Это очень важно Этого тоже не было С начала игры И Я считаю Что это Хороший байт игроков На То чтобы они Возвращались назад В игру Что там посмотреть В выделениях Иду про фор Ничего нет А Да Есть проблема С входом С фейсбуком Только что Это обсуждали Здесь мы умеем Что лучше ждать Козулек Утанить Хутал Я не могу тебе подсказать Кто тебе больше нравится Того и крути Хотя не было 10 дней Ты уже можешь играть Лучше еще 4 Подождать Чтобы у вас Возвращение Если так хочешь Туда подожди Немного любви Для Афони Едем дальше Маленечко Конечно Спорная Механика Которую добавили Но тем не менее Добавили И очень Очень Хочется надеяться Что будет еще Ну конечно Это же скины Пусть у нас скинов Всего 2 пока Пусть Они Один Можно только купить Другой давали На халяву А теперь тоже Можно только купить Но блин Хотя бы Начало положено То есть Очень надеюсь Что они это все Будут развивать дальше Будут добавлять И Будут По итогу Куча скинов На кучу разных персонажей Но Тем не менее Это лучше Чем их вообще Отсутствие И то что мы бы Об этом мечтали 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 Нам бы по итогу Их не давали Никогда Так что это тоже Важное добавление В игре Которое не присутствовало С релиза Далее Может быть Для кого-то Тоже Будет Открытие Но Эта вещь Существовала Существует Далеко Не с релиза игры Это Ну во-первых На релизе игры Несколько патчей Мы страдали Потому что Не могли Архимией Пользоваться В кооперативном режиме Это супер неудобно Идешь ты с друзьями В данже Сливаешь густую смолу И тут видишь Что ты можешь Еще сделать парочку Густой смолы И ты раньше говоришь Друзьям Ну извините Я сейчас быстренько К себе в мир сбегаю Туда-сюда Хуе-мое Потом возвращаешься Ооо Это все очень сильно Тратило время Теперь можно спокойно Пользоваться алхимией В коопе То есть И нет никаких С этим проблем То есть Это супер прям Супер хороший апгрейд И при этом Они еще добавили Что Во-первых Ты можешь перековывать Камни То есть раньше Этого тоже не было Вот сейчас Вы не представляете Как легко Копить Каких-нибудь Еженедельных боссов Вот например Я могу показать Что я помню Как-то копил На одного персонажа И у меня До сих пор В инвентаре Есть Сейчас я вам покажу 47 вот этой хуйни Вот как вы думаете Откуда она Потому что я копил На перса А потом оказалось Что я накопил Нужное количество Этих призм молний А камней то нету И я И тогда Нельзя было Перекрафтить Камни например Из огненных В электрические Соси хер Ходи дальше На своего электрокуба И получай с него Камни И все И что хочешь Делай Вот таким образом У меня этих 47 призм Которые я даже Не знаю куда их засунуть Зато тогда накопил на камни Вот А теперь Вы не представляете Насколько теперь это просто То есть я просто Буквально на любого персонажа Иду вообще Камни и море Завались их Все равно дают С кучей разных боссов И какой тебе камень нужен Просто его перекрафтишь И пожалуйста Никакой проблемы Звездной пыли до хрена Стоит она дешево Даже те Те кто там Фри-то-плей Крутят крутки Просто идут Заходят в магазин Она Я не знаю Настолько стоит дешево Что любой Фри-то-плей Может ее себе купить Чуть ли не на пол жизни Значит она Где-то здесь продается Вот она То есть там 10 штук Короче просто берешь Покупаешь И забываешь об этом Я по-моему ее вообще Покупал один раз в жизни Только И вон Настолько Даже так Настолько не часто Ей пользуюсь Что она 240 штук И она не кончается Еще тогда можно было В ивенте Да Собрать Кстати ее обещали давать В ивентах Но Это вот тоже Странный минус Но видимо из-за того Что она есть в магазине Ее нужно так мало Для перекрафта То То ее не дают Ну и да И второй тоже момент Очень важный То что теперь мы можем Благодаря вот этой вот Механике Растворителя снов Перекрафчивать Штучки с босса Потому что допустим Если бы эту механику Не ввели То хер бы у меня Была корона Сейчас на райден Потому что Мне например Вот эти вот хрени Где они там Вот эти вот хрени Синьоры Почти не падают Вот эти И приходится перекрафчивать С помощью Растворителя снов А что делать Ничего не попишешь Вот Но и могу зато Да А так бы сидел бы тоже И сосал бы хер Так что Тоже весьма важная штука Ну и это еще не все Тоже с алхимией Помимо всего этого Помимо всего этого Сделали Ну это конечно С моей точки зрения Тоже какая-то Странная механика Вот Потому что Сложно прикинуть Ее выгоду Хотя я не люблю Считать выгоду Но тем не менее Какие-то артефакты Ты можешь Сыграть В то же самое Казино И получить Другие артефакты То есть засунув там Три рандомных арта Сюда Сделать Мистическое подношение И получить вместо них Один рандомный арт Который получился не очень Так я и знал Вот То есть это в принципе Но тем не менее Кому надо Кто хочет Это можно пользоваться И это нельзя назвать Каким-то Не апгрейдом Или там еще что-нибудь Типа того Это все равно функция Это все равно функция Которая может кто-то пользоваться Еще одна функция Которую добавили Простите Еще функция Которую добавили Но которая пока Как бы это сказать Которая пока Немножечко Спорная Наверное Но я надеюсь В будущем Она перестанет Таковой быть Это лодки Конечно Вот Потому что Лодки Это круто Ты можешь взять Лодочку И плавать ей Я надеюсь Я надеюсь Что в будущем Нам наконец Соединят и на зум Со всем остальным Миром Можно будет на лодочке Вот так вот сюда Проплыть Добавить Где-нибудь здесь Эти Вызовы Значит Этой лодки Потому что Во-первых Тут вообще Непонятно Что будет дальше В карте Но очевидно Что там будет До хера воды Тоже Потому что Вот она здесь Присутствует Да Вот И можно будет Вот здесь Кататься на лодках Там я не знаю Вокруг Манштата Кататься на лодках И так далее И так далее То есть это прям Очень нужно Потому что Я хочу Чтобы Можно было Кататься на лодках Везде Везде Потому что Лодки Это круто И можно было Спокойно Например Добираться До острого сердечка Не через Кею С его С ранами Заморозками Или там Аякой А спокойно Просто пошел На лодке Добрался Помог кому надо Взять этот Несчастный сундук Ну и одна Из еще таких Возможностей Которые касаются Непосредственно Чайника То есть это Опять же Сами апгрейды Чайника Потому что Чайник постоянно Апгрейдится В него что-то новое Добавляется Туда теперь Добавили Возможность Подселять компаньонов Вот Опять же Добавили Возможность Или ее изначально Она там была Ладно По смолу не уверен Ну короче Компаньонов добавили Возможность Добавлять позже Вон сейчас там Новую Эту обитель добавят И так далее То есть начальникам Несмотря на то Что они увели Тоже не с релиза Они продолжают С ним работать И продолжают С ним Что-то дальше делать Естественно Жалко там Что компаньоны Просто стоят Например у тебя И не ходят Но тем не менее С них зато можно Поиметь Примогемчики Так Ну и какие-то Следующий Здоровенный Самый Здоровенный Подпункт Это Маленькие Но приятные Мелочи Про которые Тоже иногда Сложно говорить Но тем не менее Ну то есть Начнем вообще С самого простого Это то что Буквально в следующем Патче Пообещали Что наконец-то Расширят Максимум Артефактов До 1500 Лично я конечно Считаю что это мало Но хотя бы Спасибо и на этом То же самое Такого же уровня Расширили нам Меточки на карте Да Мало их было Раньше тоже Соточка А теперь 150 Согласен с тем Что это мало Да Но блин 150 лучше чем 100 Согласитесь Если там дальше писать Количество меток Возможно увеличат еще А ну да Добавили вот этот стенд персонажей Например Раньше этой фигни не было Теперь можно Пантоматься С своими персами И так далее Опять же Считаю что его Уже надо дорабатывать Потому что 8 персонажей на нем Это супер мало Мне бы например Уже хотелось 16 Но опять же Да Можно писать Тем не менее Он был добавлен Не с самого начала игры В самом начале игры Здесь не было ни хайна То есть точно так же Конечно можно Пантоматься еще и Минными картами Но это уж кому как Мне это не особо нравится Вот персонажи Это супер важно И супер круто Я помню когда ввели Эту систему Там я наверное Целый стрим сидел Тыкал просто по рандомным людям Смотрел какие у них персонажи Там Поставлены и сделаны Ну Один из самых конечно Крутейших Просто Просто крутейших Апдейтов Ждали этого Наверное почти год Это то что Когда ты бегаешь Вот так вот по мобам Они наконец-то Автоматически появляются Дальше То есть чтобы вы понимали Ты вот нажимаешь Отслеживать И если Тебе появляется здесь моб Ты его убиваешь И ничего не происходило Приходилось опять Открывать книжку Опять выбирать этого моба Опять нажимать А теперь спокойно Просто все перестраивается И идет прям вообще Дальше все супер круто Ничего не нужно делать Естественно Остается все еще Открытым вопрос Почему в книжке Показываются не все мобы Но надеюсь Когда-нибудь это тоже Пофиксят или исправят Или что-нибудь Вообще с этим сделают Вот Но тем не менее Это опять же Это все что Вообще все что Вот я сейчас говорю Про вот эти вот Приятные изменения Это как раз таки Претензия Потому что Видел целый Огромный пункт Про то что Не делают Типа Квальти Как они называются Куол изменения Короче Вот это как раз Они и есть То есть я понимаю Что какие Чего-то еще Много еще чего Не хватает Много еще чего Не сделано Но блин Нельзя отрицать Что ничего Вообще не делается То есть Как это так До хрена Всего тоже При этом улучшается Поэтому То есть На одну претензию Есть несколько улучшений Допустим Опять же Улучшили Вот эту штуку Потому что Теперь Слотов для Опс А на чем бы мне показать А Да Короче ладно Здесь слотов Для улучшения оружия Игра застала больше Это во-первых А во-вторых Блин Ну что мне теперь А вот они Да Вот слотов Стало больше То есть Раньше их здесь Было тоже 6 А во-вторых Для тех Кто может быть Не знал Если ты не хочешь Тратить оружку А хочешь Допустим То есть Вот если я сейчас Что вы понимали Мою претензию То есть Если ты сейчас Нажмешь на авто У тебя потратится оружка И да Если ты качаешь С первого уровня То у тебя Сразу там будет Куча уровней И она довольно быстро Качается Но если например У тебя есть оружка И ты хочешь там Ее прокачать Например С 80 на 90 уровень И у тебя при этом Навалом здесь оружки То ты начинаешь Тыкать кристаллы Да И вот Сейчас Можно сделать вот так То есть ты просто Зажал кнопку левую мыши И добавил Так вот это тоже Работало ребятки Не всегда Иногда И тебе приходилось Сделать Блин Просто вот так вот Сидеть и нажимать Кнопку мыши Чтобы каждый раз Один раз Кнопку мыши Чтобы добавить туда Кучу кристаллов И это тоже Куал изменения Не то чтобы Оно было важное Не то чтобы Оно было там Супер ненужное Но тем не менее Оно есть Кому-то Стал удобнее Спасибо большое Чему хинюка Меньше чем Спасибо большое Слиппи деймос За два месяца Сноя Спасибо Так Еще одно Куал изменения Это естественно Тоже из недавнего То что мы теперь Можем выбирать Где у нас будут Дейлики Считаю это Очень важным Понимаю Да Я сам Пытался Полтора месяца Поймать царевича Три раза Поймал только два Потом мне надоело Но тем не менее Если ты Упертый И очень сильно хочет Что просто ставишь себе Условно манштад И спокойно Все ждешь Дейлики в манштадте Пока там Не выберется Нужный тебе Дейлик Который ты еще Не получил ачивку То есть опять же Это тоже Кол улучшения Все то же самое Одно еще Из очень важных Таких же улучшений Например Можно вспомнить То что раньше Когда ты идешь За артефактами В данж Сливаешь значит Смолу И попадаются Те артефакты Что ты делал Правильно Сидел и нажимал На кнопочку Ф Чтобы собрать Сука Каждый артефакт Каждый И так было С каждым данжем Включая недельных боссов Тебе приходилось Весь лут Сидеть и сжать На кнопочку Ф И собирать Это все А теперь он нам Автоматически Сразу сыпется В карманы И в общем то Это довольно Стало удобно Не поспоришь Кроме этого Например Опять же От та из вещей На которую Буквально Наверное Еще одно Из таких улучшений Не знаю Конечно Тут наверное Нужны комментарии Из чата Или комментарии Там с ютуба Вот Но я все равно Считаю его довольно Приятным Это то что Теперь при прокачке Персонажа Ты получаешь Три стандартных Крутки Для стандартного Баннера И это очень приятно То есть буквально Каждый вышедший Персонаж Раньше Например Этой херни Не было Но теперь С каждого перса Ты можешь получить По три крутки Причем Некоторые И я в том числе Качнули вообще Всех персов До 20 уровня Чтобы Хотя бы с каждого Перса Получить хотя бы По одной Круточке Это довольно Таки неплохо И Добавляет тебе Приятных Кручений В баннере На халявку Так что Странно Против этого Бунтовать Допустим Еще Какие есть мелочи У нас Ну из таких мелочей Еще Это конечно же Добавление Логин ивента Да Знаю что Сейчас на него Многие бухтят По Понятной причине Этот Логин ивент Он У него довольно Жадные награды Но Хочу Заметить Хочу заметить Во первых Награды Немножко Изменились И стали Чуточку Лучше Потому что Первые награды Там было Больше еды И почти Не было Фиолетовых Книжек А примагемы Были в другие Дни Более поздно Так сказать Вот Это во первых Во вторых Есть теперь Еще целое Приложение И с приложения Гораздо удобнее Тыкать на эти Отметки Потому что Тыкать их С браузера Не всегда удобно А в приложении Ты просто один раз Тыкаешь И получаешь Себе эти отметки То есть Логинишься И получаешь Значит То что тебе нужно В письме в игре Вот Ну то есть И все Да Понимаю Что здесь может быть Претензия в том Что награды Слишком маленькие И так далее Ну Тут уж Окей Можете считать Как угодно Но например На релизе И вообще Сколько Полгода игры Этого не было Вообще никак Не было вообще Вообще абсолютно Никакого логин входа Вот нам пожалуйста Дали логин вход Да еще бы Да еще и Один раз его Проапгрейдили То есть награды Стали чуточку лучше То есть может быть Если не бегать И бухтеть А вместо этого Писать постоянно В вопросах Что ребята Надо бы еще Улучшить логин ивент Может быть Михаил прислушивается Ведь они один раз Это сделали И улучшит его еще немножко Поэтому Как бы считаю Что на все эти претензии Нужно просто Писать в вопросах Своё недовольство Ну одно из таких Супер мелких вещей Которые тоже Нужно упомянуть Это То что на телефонах Не сразу работали Геймпады А теперь работают Ну это конечно Очень мелко Очень не для всех Очень так Но тем не менее Кому-то приятно Кто-то вот играет Например с геймпада Допустим На телефоне Им норма А до этого Они не работали То есть официальная поддержка DualShock Под iOSю есть У андроидов Там что-то свои Какие-то замуты Но они тоже присутствуют И это как бы приятно Потому что изначально Этого в игре не было Ну и вообще Отдельно хочется заметить В принципе Развитие самого форума По себе Понимаю тоже Что его многие не любят Но в общем-то Опять же Это имеет прямое отношение К игре Имеет прямое отношение К комьюнити Там туда же добавили Туда же добавили Интерактивную карту Например Потому что изначально Ее тоже не было Хотя понятное дело Ее тоже На ней тоже работает Комьюнити Там какие-то Китайские игроки Ее делают И так далее И так далее То есть вот это все Огромная тоже работа происходит Это все постоянно Обновляется Страшной силой Так что как бы Извините Это тоже работа В какой-то мере Это тоже контент Так сказать Теперь Супер спорные моменты Я по ним так Быстренько пробегусь Супер быстренько Про это Конечно Тоже можно будет сказать Ну и естественно Конечно Опять же В чате Это ладно Мы с вами еще сейчас Обсудим Будем до конца стрима Сидеть можем обсасывать А рассуждать Потому что я уже устал Говорить И Силы сейчас Только на слив смолы Останутся Вот И на репутацию Так вот Мы про это Еще можем поговорить Опять же Но в комментариях На ютубе Вы можете оставить Там Понимая Можно да Со мной спорить Там все равно Кричать Что вот этого не хватает Окей Хорошо Я к этому уже привыкну Но Естественно Лишний раз повторюсь Что здесь далеко не все Если вы помните Еще какие-то там Приятные дополнения Изменения Или там Бафы Там или еще что-то Которые были Приятны лично вам И вот лично вам Показалось Что это хорошая вещь Обязательно ее надо Оставить в комментарии На ютубе Потому что Пусть люди знают Что Как бы Хороших вещей Тоже было довольно много И все претензии Нужно решать По человеческим путям Вот Ну и Короче Приятные мелочи Они состоят в следующем То есть Во-первых Значит У нас Как мы все помним Была Игла Крио Пиро Девочек Лек Да и не только Лек С которой Мы наконец-то Успешно слезли Да Теперь у нас есть Райден Электрическая И Кокоми Водная Что будет дальше Пока непонятно Но по крайней мере Первые подвижки В Слизании с этой иглы Они присутствуют Вот Надеюсь Дальше Будет еще Других лег добавлять Хотя бы Потому что Ну например Не знаю где Какая-нибудь Гео Тян Лего Вот А да Еще Саю Конечно Извините Как мог забыть Про Саю Да Саю началось Так что Вот Да Естественно Да Там нет еще Кучи Всяких Разных Типа Водных Двуруков Крио Каталистов И так далее Но anyway Но anyway Тоже помню Опять же Были жалобы Постоянные Что нету Четверок Мужиков Ладно Пожалуйста Вот у вас Есть Тома И Например Гора Тоже выглядит Как четверка Так что Будем его ждать Во вторых Очень важная Система Которая Присутствует Изначально В игре Но Почему-то Ее Не знаю Многие Не считают За хорошую Ну то есть Она как бы Не присутствует Изначально В игре То есть Фактически Она присутствует С патча 1.2 Ну короче Это система Того что Новые четверки Добавляются В стандартный баннер И вообще Во все остальные Баннеры И мы их Можем спокойно Выуживать Эта система Очень крутая Потому что Блин Многие Благодаря ей Дотянули Там например Созвездие На своих четверок Которые они Наролили В том баннере Где на них Повышенный шанс И Но тем не менее Одновременно Эта система Довольно странная Потому что Например Она не относится К арушкам То есть Непонятно почему Допустим Тот же лук Фишель Который Вальс Нерваной Ночи У него нету В баннерах Хотя он четверка То есть Тут какая-то Странная система Надо как-то Михаилу Что-то с этим делать Вот Но тем не менее Приятная мелочь Что четверки Постоянно присутствуют В игре В 1000 атлет То есть Если ты выбил Вэнти Хочешь на него Созвездие Извини Жди рано А там Выбил Например Условно Тому И хочешь на него Созвездие Ну подожди До следующего патча Он будет везде И будет сыпаться Может не так активно В ивентовом Да Но тем не менее Опять же Смотря на то Что нам дают По 3 стандартных Крутки за прокачку Перса Крути стандарт Получай там Созвездие Тома Когда он там будет Опять же Приятно Есть еще Конечно мелкие моменты Типа таких там Как Михаил постоянно Загружает всякий контент На ютубе Они очень любят Саундтреки Ну то есть Это опять же На любителей Но тем не менее Они проводят работу И постоянно делают Любители саундтреков Постоянно получают Миллионы Всего Всей музыки из игры Не только на ютуб Но и там Спотифай И в iTunes И так далее Очень конечно жалко Что дополнительный контент Присутствует только у Японии В виде интервью с Сею Но это очень интересный контент Опять же Не могу не пропиарить Чувака Который переводит И делает русские субтитры Для этих интервью Лишний раз Ссылочку на него оставлю Там на ютубе Вот Лишний раз Потому что Это все супер круто И супер интересно Это все равно дополнительный контент Который все равно делается И его интересно смотреть Просто приятная мелочь Сами по себе Знаю Что почему-то тоже Многие бухтят на веб-ивенты Но блин Они происходят Постоянно Некоторые из них Не очень Некоторые из них Быстро заканчиваются Некоторые из них Очень миленькие Помните про Ивент про Инозум Как там плыли Путешественники Спаймон Было супер вообще прикольно В него играть То есть браузерные ивенты Они сами по себе прикольные И не знаю Мало у какой игры Например я знаю Такое приятное дополнение В виде постоянно Постоянных Появляющихся веб-ивентов Это очень мило И приятненько Ну Кроме этого Приятную мелочь Можно посчитать Удаление почты в игре Точнее фу Я уже заговорился Удаление писем Нормальных в игре Потому что Раньше например Почта была Просто Выглядела как помойка Ее более-менее Оптимизировали И она И она стала хорошей Ну и Отдельно хотелось бы Отметить Была претензия Про то что Пропали Дескодневники Разработчиков в игре Но У меня есть предположение Почему так сделано Было Оно конечно Может быть неверное Но возможно Дневники разработчиков Вернутся вот сейчас Когда у нас Закончился сюжет Инозумы Потому что Они как раз таки пропали Когда началась подготовка К Инозуме И вместо этого У нас появились Вот такие записи Об Инозуме Что такое были Дневники разработчиков Это просто Были какие-то Микроанонсики Всяких механик Там или что-то Типа того Например густую смолу Нам в таких дневниках Анонсировали Да Или там еще что-то Подобные вещи Но Когда наступила Эра Инозумы У нас появились Вот такие записи Об Инозуме И это очень похоже Как раз на те Дневники разработчиков Которые были Потому что Здесь тоже нам показывали Вот это будет Тут такое будет Вот такие-то Геймплейные фичи Значит будут Такие-то Такие-то И это все Показывали именно здесь А не В презентации Вот Так что Это как бы Я Конечно опять же Говорю Это всего лишь теория Но раньше Такой фигни не было И то есть Опять же Вытаскивать претензию Что разработчики там Что-то там Не анонсируют Не общаются Ну ладно Я не понимаю Почему Дневники разработчики Многие считали общением А вот это допустим Нет Хотя это по факту Одно и то же То есть Что там Что здесь Просто показывали Новые фичи Анонсировали Новые микрофичи И какие-то Геймплейные Геймплейные новшества Которые будут присутствовать Буквально там В следующем патче Или через патч Так что Посмотрим Может быть Сейчас вот это все Закончится Ну то есть Инозума-то сюжетка Закончилась И как бы Будет Может быть Снова вернута Дневники разработчиков И теперь так и будут Вот записи о чем-то Постить Хотя вот Картиночки кстати Гораздо приятнее Чем там просто Они текст пихали Этих дневников Разработчиков То есть Вот как это сейчас Выглядит В записи их И Инозуме Это Гораздо приятнее Чем это выглядело Просто там Пятью абзацами текст Вот Ну и Самое последнее Наверное Самое будет Мега спорное За то За что я боюсь Получу Наверное Много Плохих комментариев Потому что Многие с этим не согласятся Но это реклама Блин Это блин реклама И Михаил Очень много Вкладывается в рекламу Могу сразу Предсказать сейчас Появление Таких фраз Как Да фу Лучше бы они эти деньги Там вложили нам В бесплатную лего Там или еще Куда-то там Но Ребята Реклама Двигатель Прогресса в игре Как бы там Кто Чего Не говорил И Реклама Призвана Привести в игру Новых игроков Которые Будут Благодаря которым Она будет еще больше Развиваться Еще дальше То есть Кто-то из игроков Будет просто играть Кто-то из игроков Будет делать какой-то Контент по игре Например Рисовать И так далее Там не знаю Стримить И так далее Кто-то из игроков Будет много донатить Кто-то из игроков Будет меньше донатить Но тем не менее Все равно приносить Какие-то деньги в игру И так далее И так далее и так далее, на этом игра живет, а китайцы очень-очень активно рекламят Genshin, то есть тут я уже опять же можно сказать про кучу рекламных баннеров в Азии, просто там все обклеено, наверное, Genshin'ом что в Китае, что в Японии, что в Юго-Восточной Азии, в Корее, там метро, автобусы, там просто все вообще билборды, все это в Genshin'ом все нахрен обклеено, куча коллабов, да, нам кажется, что коллабов очень мало но в Азии их гораздо больше, и их становится все больше, больше, больше и больше и кстати, тем не менее, еще один такой же приятный плюс который стал доступен благодаря той же самой рекламе, это коллаб с PlayStation в виде Eloi, нам дали ее как бесплатную Lego, да, PECA мы в Абилочнике, мы ее еще не дали, но подождите, патча 2.2, и у вас тоже будет Eloi, ее дадут всем, и это все равно бесплатное Lego, как бы кто там не крутил, как бы кто там что-то не говорил это все равно приятно, и это стало возможно благодаря рекламе, потому что по факту это реклама Genshin'а с PlayStation и любой коллаб, он так и позиционируется, да, сейчас там все опять пишет, где наши крылья с KFC и так далее ну господи, угомонитесь уже с этими крыльями сколько можно одно и то же, при этом куча всего, вон там в последний вон будет коллаб с Razer теперь, если я хочу кресла, постоянно выпускаются всякие клавиатуры, вон там клавиатура с Кэцин, фигурки и так далее, так далее это все, это все тоже реклама отдельно хочется заметить как активно Михаил рекламируется на Twitch, мне или не знать вот, каждый патч буквально каждый патч, и это кстати тоже было не с начала, я хочу отдельно отметить это было не с начала, они очень активно начали рекламироваться на Twitch где-то с патча 1.3 вот, и буквально каждый патч закупает огромное количество рекламы огромного количества стримеров, даже на ру-сегменте, и это все со страшной силой приводит новых игроков в игру при этом я это вижу даже по своему чату, то есть у меня точно так же появляется большое количество зрителей потому что люди смотрят рекламу, рекламный стримок Genshin'а у популярных стримеров, потом кому-то понравилось они открывают для себя Genshin'а а потом открывают для себя стримы по Genshin'у и приходят в том числе и ко мне собственно сплошные плюсы от этого плюс там Genshin очень активно очень активно взаимодействует с Twitch'ом, то есть они ввели глобальный смайлик на Twitch'е они устроили движуху с Twitch'ом, вот с этим виджетом Пайман, который был у всех стримеров там сколько, полтора месяца, вообще просто охренеть, на самом деле очень, очень большое количество привели игроков в игру благодаря этому виджету вот реально один это один из тех моментов, когда лично мой онлайн очень сильно бустанулся именно после вот этого виджета то есть и причем я никак лично на это там не влиял, то есть не было ничего такого что там мне вот сказали так вот сейчас вот партия сказала всем стримерам поставить не, нихрена нихрена, ты просто просто есть такая ссылочка все, вперед в комьюнити в этом в дискорде контент-криэйторов она раздавалась для стримеров и это было супер, короче, прикольно вот ну и последнее из того, что там опять же тоже обсуждали буквально недавно в новостях это то, что хэштеги в Твиттере появились с кучей значит эмодзи то есть это особые хэштеги которые более заметны и они более байтят народ на них кликать то есть при этом был только один такой хэштег был японский геншин импакт у них был хэштег спайман то есть там было два канзи иероглифа и там была пойман эмодзи в конце теперь там больше 160 хэштегов тоже со всякими коко го от привет да, отдельно хочу сказать ну и все остальное все остальное все что вкладывается в рекламу все остальное это все равно имеет тот или иной вес так сказать благодаря этому приходят новые игроки в игру благодаря этому кто-то возвращается потому что например я в своем чате я даже видел много людей которые там о ну вот там я заметил что что-то вот геншин тут поэкламировал там мой любимый стример вернулся к тебе вот тут вот что-то скачал геншин и такой воу-воу там или вот там вернул решил что-то посмотрел решил вернуться в геншин ну короче это все так или иначе работает понятное дело да опять же кому-то наверное обидно но ребята к этому надо относиться по-другому потому что это все равно что обижаться что не знаю какие-то деньги ушли вместо того я уже приводил этот пример вместо того чтобы там не знаю потратить их на какую-то больницу там рядом улучшили дорогу это две разных статьи расходов это две разных вещи и деньги куда-то выделяются куда-то нет блин все палить деньгами невозможно ладно что-то я это ушел сейчас меня опять закидают говном в комментах что я их защищаю очень сильно и очень много поэтому реклама это очень скользкая тема но тем не менее я считаю что Михаё сейчас очень активно вкладывается в рекламу и между прочим они делают это гораздо лучше чем тот же чем та самая игра которая всех заебала своей рекламой я думаю все поняли о ком я говорю но говорить я об этом не буду мало ли фух все вроде я все сказал ну конечно все но не все но все остальное лишний раз спасибо Сузуми за то что она не поленилась и сделала этот огромный большой документ можно будет наверное я с ней поговорю может она его вообще расшарит чтобы он был для всех доступен потому что она уже пообещала его дополнять по мере продвижения новых патчей возможно там появится еще какой-нибудь автор который не поленится и проштудирует патч ноуты и добавит туда еще огромное количество плюсов потому что всегда будет удобно иметь такой документик хороший под рукой вот так что но посмотрим если такое случится я конечно обнародую ссылку и все дела все смогут посмотреть поэтому это вот такой был итоговый спич про то что хорошего случилось с геншином парт за год так что я считаю что это нельзя не замечать и что тем не менее игра остается моей любимой любимой для многих она все равно развивается улучшается дополняется и несмотря на то что что-то в ней не делается и чем-то многие люди недовольны это не значит что игру нужно поливать говнищем и всех остальных тоже это все равно игра которая дала очень большое количество позитивных эмоций и как бы я конечно понимаю что весь негатив он запоминается лучше но нельзя отрицать все то что позитивное что было вот как-то так писс так Продолжение следует...